Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть! Так-так-так... Всем привет, ребята! С вами Виктор, канал Витёк Плей, и, конечно же, Ведьмак 3! Кровь и вино! Мы с вами находимся сейчас в сказочной-присказочной стране, вместе с Сианной, и пытаемся её отсюда вытащить, потому что нам надо... Ух, Кригесу говорю, к этому, к Деттлфу её отвезти! Итак, нам нужно найти Оську, мы только что победили здесь какую-то бабку бешеную на ступе летала. Ну, как какую-то, по-моему, это определённая бабка. Ахрен его знает. Утой! Давай яблочки возьмём. Да сколько она здесь просидела тогда? Если... Что это? Дверь. Какого нахрен дверь? Что она здесь делает? Я тебя хочу открыть. Нет, это то ли баг, то ли что, я так и не понял. Так. Идём, ладно, дальше. В поисках Оськи-Моськи! Так и назовём серию. Ох, чёрт, что это? Гномы? Мать твою, боевые гномы! Семь штук, видимо. Ах ты, гномомразь какая-то, просто. Кто попал по мне? Чертяки. А чё, всё? Не слишком симпатичные эти гномы. Они должны охранять границы страны с каждым нарушителем. Таких, как ты. Понятно. Ладно, погнали дальше. Кто сейчас ещё будет? Так, гномов видели. Единороги боевые, наверное, по... Если ты будет единорог, а не лошадь, то... Задание оседлать белого единорога. О, единороги! Поймаем их, и тогда не придётся таскаться пешком. Чур мой розовый. Классное чувство, да? Напоминает мне о детстве. Там некое чем другом. Охренеть! Не стоит. Я просто так про единорогу сказал. А почему ты говоришь вперёд, Платова, если это единорог? Блин, ну тут красотень вообще, конечно. Сейчас все девочки, наверное, 12+, писают кипятком от того, как видят вот этот ландшафт сумасшедший. Да и мальчики, наверное, тоже пописывают слегка. Извините за такие подробности. О, слушайте, какая-то волшебная трава. Наверное, мурава растёт. Погоди, погоди, надо собрать. Где она? О, четырёхлистный клевер, смотри. Ну, в принципе, в этой стране только такое может расти. Пошла! О, волки! А это очка, да? Сука, сейчас они его загрызут, сука. Сука, 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 сука. Ребята, и вот единственное, что сразу говорю вам. Если вы считаете, что слово сука это мат, вы глубоко неправы. Вот так. Вот это какой дикий волк. На тебе, похребтение. На тебе, падлый щур. Оп, что это сейчас было? Какое-то замедло непонятное. Кто хотел меня съесть? Не поддамся, не поддамся, эфочка. Надо, кстати, этого, какого-то там Герхарда Белого сделать. Топлива. Господи, боже мой. Что я как, я не знаю, коспоизначный газосан. Ты что, что вы мне никак застакаться не даёте, это падло? Ну, эти вам гады, блин, ненавижу падел, которые мешают стакаться. Ну, Оська, давай. Спокойно, всё уже кончилось. Вовсе нет. Вон там, ещё один волк. Сзади. Не волнуйся, он всегда врёт. Ааа, понятно. Так это тот самый мальчик, который кричал у волки, пока люди не перестали ему верить? Да. Да. Слушай, малыш. Джек говорил, будто ты знаешь, что случилось с его тремя бабами. Ничего я не знаю. А вы лучше глядите. Вон там, волки. Ты знаешь, где голубой Боб? Боб, если ты смотришь это видео, напиши в комментариях. И, кстати, что ты голубой-то такой? Интересный выйдет разговор. Ну, ладно, начнём. Давай. Допустим, на минуту, что ты всё же знаешь, что случилось с Красным Бобом. Где бы он мог быть? Его наверняка никто не проглатывал. Ха, нет-нет-нет-нет-нет. Разумеется. Но если бы, кто бы это мог быть? Никто, который его не проглотил. Человек. Самый человеческий человек во всей стране сказок. Люди! Волки! Бегите! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что за самый человеческий человек в стране сказок? Ну, ладно, надеюсь, нам сейчас игра подскажет. То, что он за человек-то был. Ты наверняка не слышал, что случилось с голубым Бобом. Не словечко, верно? Я слышал. Кажется, он лежит в открытом поле. Просто так? И никто его не стережёт? Никто. Три раза никто. Ты уверен, что ничего не знаешь про Желтый Боб. Он где-то очень, ну просто очень глубоко. Почти что совсем под землёй. И у кого он? А? У лысого батрака, который совсем, ну просто совсем никого не ждёт. Вообще? Люди! Воп! Ещё одно слово о волках, и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам. Ты понял меня? Так. Ну ладно, нам надо. Давай, Геральт, думай. Берегитесь волков! Парень хорош. Трудный собеседник. Разве? Просто помни, что мальчик всегда врёт. Точнее, он говорит противоположное правде. Да. Так куда мы сейчас? Точно не знаю. Просто навестим остальные сказки, хотя бы самые важные. Может, тогда разберёмся в указаниях Оськи. Их не очень-то и много. Значит так. Красная шапочка, три поросёнка, потом златовласка, три медведя, ещё Рапунцель и девочка со спичками. Ну ладно, за дело. И чё, по каждой пройти надо, сказки? Ё-о-о. А здесь что? Погоди, погоди, дай-то я клевера соберу. Ну, это, пожалуй, это место, да? Поначалу, но детям быстро все надоедает. Даже чай с принцессами... О, слушай, а из волков что-то упало. И что тогда? Я выдумывала новые забавы. Например, что будет, если я велю золотой рыбке выйти на белье? Так, отправиться к трем поросятам, проведать трёх медведей. О, гляди, гильгардский император. Король вышел похвалиться своим новым платьем. Ну, шевелись! Ну ты! Кстати, не помешали бы имена. Моего будут звать... Анис. А мою плотва? Плотва? Ты серьёзно? Моё новое платье... Плотва не так быстро! Будут ценить только мудрые, повидавшие свет люди. Император. Ослепительно! Правда? Моё новое платье просто ослепительно! Так, этот, который, этот, задувает этих крыс. Крысолов там какой-то там. Пайт Пайпер, господи, боже мой. Как его зовут-то, блин, по-русски? Я уже не помню. Шевелись, плотва! Сколько лет-то прошло со сказок. Ладно. Поехали к ближайшим. Я так понимаю, три меди... Ого, господи, опять сраные гномы. Да ну с вами сражаться, с вас ничего не падает. Я лучше к медведям пойду. О! О! Кто-то Машеньку приголубил. Жесть, они Машеньку сожрали, что ли? Не повезло. Кто, говорит, ел из наших мисочек? Кто, говорит, ел из наших мисочек? Жесть какая, господи, боже мой. Медведи, бля! Жрали просто из ваших мисок. Боже мой, господи, Геральт, выскочи из этого котелка. Сейчас тебе тут яйца-то откусят. Медведи, а не какие-то там, я не знаю, дегенераты. Давай, плотва, дерись. О, как он так сделал? Смотри, с подкатом с таким. О, классно, я соточку набил. В смысле, десяточку. Типа, самый крутой медведь местный. Все, готовая. Хорошая сказка. Так, всю заколдованную еду взял. Тут можно немножко даже прикурнуть, я так понимаю. О, смотри, здесь можно где-то залезть. Куда? А, это к выходу. Платва? А, где наша героиня-то главная? А, вон она скачет. Так, ну, поехали дальше. Че, здесь мы разобрались, я так понимаю. Тут рядом уже следующая сказка. Стоп, 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 клевер. Наверняка надо собрать там 100 клевера, и тогда ачивка какая-нибудь будет. Так, дом бабушки. Это который, которую съел волк? Большой злой волк. Слышь, волк, мы можем пога... Тише, ой, моя голова. Даю слава, последний раз я пил с румцейсом. О, Сианна, сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот не чуточки, злой волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне еще пить? С дюймовочкой. Одна рюмочка и девка уже под столом. Ну, чего вы хотите? Ой, вот это дичь. Ты всегда можешь выпить с нами. Что? Оставь меня в покое. У меня такое похмелье. Я едва на лапах стою. Знаешь, как говорят, клин-клином вышибаются. Ну уж нет. И что это тебя так на выпивку тянет? Горести заливаешь. Кстати, не хочу цепляться, но ты что-то не по-княжески выглядишь. Лишили меня титула, последствия. Изгнали. Так, всякие родственные терки. Понятно. Мы ищем волшебные бабы, не видел? Ой. Дали мне один на сохранение, только... Где он? Говори. Тсс, не так громко. Я могу и громче. А еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Она уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть в сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь все сложно. Красная шапочка-то дала дума. Столько раз вспарывали мне брюхо. Зашивали в него камни. Оттопили. Что едва нас предоставили самим себе, я оплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца. Вместе с охотником. А значит, сам мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что еще. Вон от седого. Походило, в него зашили, Боб? Какой-то нервный этот волк. А ты представь себя на его месте. Его определили в злые персонажи, хотя он совсем этого не хотел. Собачья жизнь, говорю тебе. Так, что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Только мне нужна красная шапочка. В смысле, деталь костюма, а не труп девочки. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и волнуй шапочку. Ну шевелись, шевелись, шевелись. Ну я не плотва, чтоб шевелиться. Господи боже мой. У меня видишь, уже даже капюшон вибрирует, как обычно. И просвечиваются он уши. Давай, Геральт. Не смотри туда. Тебе сказали прыгай. Значит, прыгай. Ах, найти красную шапочку. Пора прыгать в колодец. Я пошел. Никого не пирай. И че, она где? Где-то внизу. А, да, вон что-то лежит. И охотник рядом. Так, больше ничего здесь я не вижу. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль. Интересно, куда я выплыву? А, там озеро вроде какое-то было, да? Странно. Как будто переключили режим воды на какую-то другую. А, это, наверное, свет так рассеивается сделали. О, а там что-то... И как улов? Удачно. Смотри, что у меня. Че там за лошадь? Дай сюда. Она тебе явно мала. Который... Кошка? Мне идет. Или собака? У-у-у-у-у. У-у-у. 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 Погоди. Ты будешь в роли внучки? Ну еще бы. А ты охотника. Там я, во-первых, увидел в озере какой-то ящик светился, а во-вторых, что там за этажерка из коня... Опять вы... Ах, я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Ничего страшного. Сиана займет ее место. Что? Ах, я... Ну, запретить я вам не могу, так что... Кхе-кхе-кхе. Внучка, подойди ко мне поближе. Ха-ха-ха. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Ха-ха-ха. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы... Интонации какие просто божественные. Ну, бабушка, почему у тебя такие большие зубы? А-а-а? Чтобы скорее тебя съесть, внученька. Ха-ха-ха-ха. Ты помнишь, что Оська говорил про красный боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил. Да, надо вскрыть брюхо. Ай, идет. Руки, вставая челюсть, штопор... А-а-а, вот он! Красный боб. Отлично. Ну что? Теперь мы на шаг ближе к цели. Что задумала? Ну что? Мне вот интересно. Ты исключительно тактичен? Или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? Послушай, тебе правда неинтересно, что было дальше? Что случилось после того, как меня изгнали? Интересно. Просто это менее интересно, чем тебе кажется. Отличный ответ. Это какой вопрос может такое выбрать, а? Ну раз ты сама об этом заговорила, я с удовольствием послушаю. Ты остановилась на том, как тебя вывезли. Благородные кавалеры из тусента вывезли меня в пущу Кайтху и там оставили одну. Одну. Без гроша. В рваном кружевном платье. А как раз начинались морозы. Наверно надеялись, что кто-нибудь меня прикончит. Или я на радость всем сама сдохну с голоду. Но я как всегда не оправдала возложенных на меня надежд. Неделю блуждала по лесу. Я была синяя от холода. Жрала мох и кору с деревьев. И наконец увидела вдалеке огонек. Это был лагерь. Я решила, что спасена. В лагере были бандиты. Бородатые, пьяные, все в крови. Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют. Или то и другое. Но этого не случилось. Нет. И тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах. Они приютили меня. Мы поехали в Мазаир. И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их. Мне удалось завоевать их уважение, может быть даже любовь. И в конце концов, я стала их атаманшей. Понятно. Может надо было там остаться? Может. Может я должна была все забыть и начать новую жизнь. Но знаешь что? В конце концов, я подумала. Раз уж они хотели чудовища, то пускай они получат чудовища. Ты многое испытала? Да. А моя сестра в это время давила виноград и валялась с министрелями на перинах в свое удовольствие. Это не она тебя изгнала. И не за это я ее виню. А за то, что она забыла. Забыла обо мне. Ладно, хватит болтовни. Пойдем. Ну, вообще-то она не забыла. Насколько я помню, она говорила, что всегда не помнила и потеряла из вида и просто не могла ее найти. Разве не так? Что-то тут не так. Надо ее будет как-то, наверное, переубедить что ли, я так понимаю, да? О, так погоди, волк надо собрать. А то же мы его зря что ли приходили. Во! Во! Ух ты! Очень много костов предметов каких-то. А куда их девать? Ну-ка, погоди, дай посмотреть. Вещи для задания. Искусственный зуб, штопор, пробки. О! А я маску нашел, которую потерял давным-давно. Ха-ха-ха. Прикольно. А я могу ее надеть? Во! Ха-ха-ха! Вообще тема! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блин, дичь-то какая, а! Ладно, давай снимем. А то уж Геральт слишком. А вот, смотрите, вы просили капюшон снять. Смотрите, можно в маску одеть, капюшон сам снимается автоматом. Так, надо маску тогда поинтереснее найти для Геральта. А то, блин, с этой маской, я не знаю, все равно как-то странно выглядит. Хотя, почему бы и нет, давайте попробуем. Так, что нам еще надо сделать? Давайте посмотрим. Двести тридцать. Так, да... Где здесь ближайшее озеро вот это было? Там очень что-то... О! Платва! Вренасе обрастает, смотри, уже сбрую и прочим. Во-во-во-во-во, вот оно! Ха-ха! Блин, какая-то сказка знакомая. Там где лошадь, на ней собака, там дальше кошка и петух. Потому что у меня реально сквозь еди дорогу платва прорастает. Ха-ха! Блин! Это дичь, ребята. Это дичь. Так, ладно, давай сгоняем-ка мы с вами. Здесь явно что-то было. Давай ныряй. Я что-то здесь видел. Точно помню, светилось. Вот оно. Знак невугарского специального отряда. Записки Оля Лукойя, ребят. Так, ежедневник Сианы. Так, так, так. Сегодня первый раз прождал девочек в стране тысячи сказок. Сегодня себя насмотрели Челодей. Так, так, так. Сегодня занимались девочками Нильвга. А, все это было. Я все это читал. Блин, прикольно все-таки, а! Я вообще не ожидал такого видеть в Ведьмаке. Это... 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 Это ход... Конем называется. Блин, все... Чуть не вылазишь, Геральт. Засунуть сказки в игру и постебаться еще над ними. Это... Это круто. Так, как отсюда вылезти-то? Господи, боже мой. Геральт. Понятно. Видимо, там. Четыре зверя один на другом. Как называлась эта сказка? О! Блавикинские музыканты. Кстати, тебя тоже кое-что связывает с этим городом, нет? Угу. Ничего общего со сказкой. В чем Блавикинские? Бременские? Разве нет? Так, три поросенка, девочка. Поговори с Рапунцель. О, Рапунцель самая близняя, ближняя. О, там-то что такое? В идее это красненькое, можно погладить. Узнаешь? Это из сказки об изимском драконе, которого хитростью победил ловкий сапожник. Разумеется. То и дело, какой-нибудь глупый солдафон пытается ему подражать. А мне потом убираться. Внутри наполовину переваренная овца, набитая серой и смолой. Разумеется. Бобов нет. Так, Рапунцель в башню. И не противно открываться в гниющих астанках. По сравнению с ригером из вазимской канализации, это... А, неважно. Не хочу опять возвращаться к этой истории. Так. Ого! С-с-с. Погоди, погоди, погоди. Ты помнишь, что Оська говорил про третий боб? Он у лысого батрака глубоко под землей. Да, это должно быть здесь. Пойдем. Здесь можно подтянуться, потом перепрыгнуть. Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу. Лазить по камням я не мастер. Лысый батрак. Рапунцель это антипод. И лысого вообще стопроцентный. Батрак это типа принцесса. Глубоко под землей это, ну сами понимаете. Тело принца. Он пытался освободить Рапунцель на свернув шею. Так. Стоп. Там что-то было. Нет, показалось. Ну там, что вдалеке, кстати, непонятно. Опа-на. Так наверх. Блин, радуга. Классная. Ух, ё. А, стоп, тут можно пройти уже. Зачем тогда вот это вот место сделано? Непонятно. Пошли внутрь. Так, я так понимаю, здесь опять надо подтягиваться, да? Паркурим? Господа. Рапунцель ты жива? Нет. Сейчас узнаем. Ох, ёлки-палки. Так. Ну, видим нам сюда. Какое-то шелестение постоянно происходит. О. О. Слишком поздно! Слишком поздно! Слишком поздно! Жесть какая, а. ОЙ. Господи, боже мой. Что происходит? Какие-то зомбари. Повесилось, смотри. Ха-ха-ха. Чёрт да. Молодцы, CD Project. Причём, она превратилась в духа неупокоенного. Стоять. У. Блин, она ещё у вас кресла, как-то. Смотри. Черт, больно. Хорош. Черт. Я понял. Пока я мочу скелетов, она воскрешается. О, все, у нас дохло. Долговласка. Ну, то бишь, Рапунцель. Золотой шар, золотая нить подойдет. Так, что-то у нас еще есть. Хавчика куча. Заколдованная еда. Обязательно возьмем. Так, что это? Колобелька какая-то. Дорогие игрушки, продадим. Желтый боб. Желтый боб. Не зря залезал. Так, что у нас здесь? Можно прыгнуть. Кажется. Черт, мне страшно. Давай. Воу! Бутых. Нормально. Эй, как? Боб у меня, но вот Рапунцель... Я и надоела ждать принца на белом коне. Ты удивлен? Нынешние парни модненькие страдать. И поэтому ты выбрала себе вампира. Детлэф... он был орудием, не богом. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. А точно? Ты с самого начала хотела его использовать? Нет. Сначала он просто меня заинтриговал. Знаешь эту историю? Нет. Это было несколько лет назад, в Митине. Я должна была скинуть добычу у знакомого Бареги. Когда мы торговались, вошел Детлэф. Он хотел продать серебряный подсвечник. Держал его через сукно. Это меня заинтересовало. Я вышла за ним, выследила его, но он быстро сообразил, что и как. Ну да, нечеловеческое чутье. Он свернул в тупик, а когда я вошла туда за ним, выскочил из-за угла и показал зубы. Хотел меня напугать, но это не произвело на меня впечатления. В конце концов, я же сама чудовища, не так? Высший вампир не поразил тебя? Не знаю, восхищаться твоей отвагой или сочувствовать глупости. Я всегда умела найти к таким подход. Грозным с виду тихоним. Это и меня касается. Ох, Геральт, не хочу тебя огорчать, но мир не крутится вокруг тебя. Впрочем, да, пожалуй, ты чем-то похож на него. Скрываешь эмоции, старательно изображаешь безразличие. Знаешь, когда я встретила Детлафа, я как-то почувствовала, что на самом деле он не хочет мне зла. Что он пытается меня прогнать, потому что сам боится. Понимаешь? Ну, допустим. Так, что дальше? Что было дальше? Мы начали разговаривать, встретились раз, другой, третий. Но он на меня и запал. Сначала меня это даже забавляло. Но только сначала. Потому что он любил меня не как человек, а как зверь. Неистово, дико, отчаянно. Тяжело ответить взаимностью на такое чувство. Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня. И вот в один прекрасный день ты просто исчезла. Да, он бы не понял этих наших прибауток. Давай останемся друзьями, я тебя недостойна и так далее. Но когда я решила вернуться на старое пепелище, то вспомнила о нем и подумала, что он может еще мне пригодиться. Ты играешь с огнем. Разумеется. Так что или я обожгусь, или спалюся дотла. Другого выбора нет. А теперь... Теперь ты не боишься встречи с Деттлафом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь как ведьмак и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Да. Так, что у нас осталось, ребят? Три поросенка и девочка со спичками. Мне, если честно, хочется на поросят посмотреть. Где моя полупроросшая плотва? Поехали. В принципе, здесь все рядом, так что... Йоу. Думаю, мы дикие опять. О, это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете звуи не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже с дугом из соломы и спрутьев. Остался только каменный. Надо туда заглянуть. Помнишь, что говорил Оська? Один боб лежит в открытом поле и охраняет его три раза никто. Может, это здесь? Поэтому я сюда и пошел. Куда она ломанулась-то? Так, давай, открывай дверь. Не понял. Э. А как туда попасть? Может, мне их сдуть надо? Вандал недоделанный. Взять его! Вандал недоделанный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Геральт, ах ты вандал недоделанный. Мне понравилось. Эти свиньи-то дикий, блин. Блин, они брыкают с копытами задними, что ли? Заколоть. Геральт, ах ты вандал недоделанный. Да что, что за прыткая тварь-то такая? Фух. Какие-то они толстенькие попались. Поросят-то. С магической пылью внутри. Геральт, ты что делаешь? Ха-ха. Упал отжался, что ли? Так. О, это. Синий боб. Ой, ведьмак, подул, что было сил и пожалуйста. Вот вам боб. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Ха-ха-ха. Остаточное, но есть. Остаточное, ну, да, есть. Надо же, ты человек-сюрприз. И какие еще таланты в тебе скрываются? Я же, что-то неплохо пою. О девицах из Вековара, например. Ну, это, пожалуй, в другой раз. Ха-ха-ха. Ну ладно, мы все, да? Она огоренела. Знаешь, бабы сами не вырастут. Погоди, а еще одна сказка осталась. Теперь надо их посадить на той тропинке за башней Рапунцель и приготовиться к встрече с великаном. Ну как? Нравится тебе здесь? Очень. Я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и все такое. Обмочился. Не-не-не-не-не. Рыцарь старой закалки, да? О, да. Так, там опять гномы бегают. Кренась тут гномов уже нагенерировала. Мамочки. Кодзима. Кошка черная. О, тут задание есть. Тигареты, трубки, самокрутки. И что, еще побочный квест будет? Заказ от гусей. Это как-то нормально. Ха-ха-ха, взвал. Ха-ха-ха. Ха-ха, дичь. Жители страны сказок. Кто-то покушается на мою жизнь с тех пор, как переселилась сюда. Так, так, так. И замка в облаках. Я чувствую, что за мной следят. Помогите, пока еще не поздно. Гусыня Пальбина. Ты правда будешь этим заниматься? Конечно. Красавище ведьмак не бросит в беде домашнюю птицу. Ха-ха-ха. Ха-ха. Блин, ребята. Я рыдаю уже просто от количества дичи, которое здесь происходит. Ладно, давай маску снимем. Пусть лучше в капюшоне будет. Так, ладно, извини, я сюда еще вернусь. Хочу не потерять этот квест. А то ж, это же самое оно. Квест про гусыню бабу. Которую кто-то пытается убить. Наверное, вот эти гномы и пытаются, скорее всего. Ох, в грибы прям влетел. Сейчас на меня как-то понабегут эти мелкие засранцы. Да-да, вот они уже здесь. Ладно, я уже почти приехал. Ого, с-поди боже мой. Чуть не перепрыгну. Дома и ин. Гуси-гуси, га-га-га. Ха-ха-ха, леди га-га-га. Так, смотреть. Сломано. Здесь была драка. Ага. Перо сломано. Здесь была драка. Перо сломано. Здесь была драка. Так, а где? Так, вижу перья. Бусыня должна быть сильно белая. Берегись, гномы! Ох, черт. Ну вот вас только не хватало, а. У меня уже меч поломался, черти. И броня. Так, давайте починимся. Так. Зачем тогда комплектом на 90%? Если комплектом на 40 ты чинишь полб... Ну, типа это можно ждать, пока там они совсем не развалятся, да? Ну, а зачем ждать, если есть на 40? Пошли дальше. Нам еще гусыню спасать. Эй, посмотри. Там за деревьями какой-то лагерь или что? Огно, наверное, гусыню разделывают уже. Защищайте гусыню! Золотые яйца! Не любишь серебро, да? Ох, ты ж нихрена себе вот это вдарил. Дворфы. О-о-о! Твадл, арбалетчик, двор. Рунсайс. А, вот с кем он бухал, этот волк. Ой, это ты зря. Зачем ее в клетке держать? Пускай откладывает яйца на больном выпасе? Ну, ничего. Где ключ? Виной, эстэст у них даже есть. Да у Рунсайса наверняка ключ. Ну, та чуняка. Вот он. Где гусыня? Она сейчас будет с нами говорить наверняка, да? Хорошо, что ты повесил объявление, иначе я бы тебя никогда не нашел. Эй, смотри, она снесла тебе золотое яичко. Вот бы все заказчики были такими щедрыми. Ха-ха-ха-ха. Ты не правда приехал сюда с севера, чтобы принять заказ на бизнес? Работа такая. Не верите. Должно было быть что-то еще. В общем, когда-то я провел в Бакалерии несколько беззаботных месяцев. Может, поэтому меня сюда тянуло? Ну да. Увидишь тусент один раз, всегда будешь мечтать вернуться. Дичь вообще, ребята. Охренеть. Охренеть дичь. Слушайте, я больше не могу. Давайте прервемся. С вами были Витек и Сиан. Ой, в общем, вы поняли. С вами был Витек. Канал Витек Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь. В описании ссылочка на плейлист, как и обычно. Обязательно пишите комментарии, как вам все эти похождения героев в сказочной стране. С вами гусыня, блин, с яйцом, с этим. Просто вообще сумасшедшая какая-то. Сумасшедший вообще вот этот кусок игры. Но я счастлив, что я же люблю пари всякую разную. Это вот на 100% она. Это круто. Комментарии пишите. Жмите кнопочку поделиться. С удовольствием. Прочитаю все, что вы напишите в комментариях. Кажется, я тоже говорил. В общем, просто пока.